Как снять фильм, которому суждено было стать украшением славной эпохи кассет и видеомагнитофонов? Его смотрели и многократно пересматривали. Этот рецепт в 99-м году в киноленте «Мумия» представил на суд зрителя режиссер и сценарист Стивен Соммерс. Его «Мумия» — это годная работа по многим параметрам. Это и интереснейший сюжет. Качественная постановка, добротное музыкальное сопровождение, но и, конечно же, актеры. Причем не только главные действующие лица, которые после премьеры картины заполучили в свои ряды огромное количество поклонников по всему миру, но и второстепенные персонажи, которые у «Мумии» на редкость очень хороши. Таковым является Бенни Габор, экранный персонаж актера Кевина Джеймса Аконнора, человека, который никогда не принадлежал к актерской элите. Тем не менее, его второстепенные персонажи порой получались очень даже интересными. У Соммерса на бумаге получилось создать, а у Кевина Джеймса сыграть такого вот подлого персонажа. А, я помню этого чела. А, то есть, получается, это прям про этого чела. А я что-то как-то название скипнул. Такой, мумия? Ну, мумия. Там обыграть это настолько смешно и, главное, уместно. Давайте попробуем и мысленно уберем Бенни из мумии. И в итоге львиная часть смешных моментов из фильма напрочь пропадает. Причем не факт, что с другим актером получилось бы столь же хорошо. Ведь Аконнор в обличии Бенни это такой яркий типаж. Он словно создан для этой роли. А ведь Бенни мог быть совершенно другим. В том смысле, его мог сыграть другой актер. Но обо всем по порядку. Соммерс и Аконнор были знакомы еще с начала 90-х годов. Кевин даже мог сняться в его фильме «Книга джунглей» 1994 года выпуска. Но тогда не сложилось. А вот в 98-м году все очень даже сложилось. И Аконнор сыграл Джоя Пантуччи в картине «Подъем с глубины», который в мировом прокате ждал оглушительный кассовый провал. А у нас в свое время этот фильм был весьма популярен. Оглушительный кассовый? Я думаю, успех. Провал, блин. Соммерс был инициатором приглашения Кевина в мумию. Конкуренция на роль Бенни была очень серьезной. Впрочем, как и на другие роли в мумии. Так, на роль Габора претендовало более 50 актеров. У занимавшегося подбором актеров Джона Хаббарда были свои фавориты. В финальную часть кастинга попало 6 актеров. И в этом списке не было Кевина. Однако, по личной, настоятельной просьбе Соммерса, Хаббард таки пригласил Аконнора на финальные пробы. Увидев Кевина в гриме и костюме, Хаббард и компания признали свою грубую ошибку. У них напрочь отвалились последние сомнения. Вот же он, тот самый Бенни Габор, которого они искали. В марте 98-го года Аконнор подписал контракт на участие в фильме «Мумия». Принято считать биографию Бенни Габора впервые миру поведал Макс Аллан Коллинз в своей книге «Мумия». Эта книга была написана на волне популярности фильма Соммерса. Да, это тот случай, когда автор пишет книгу по мотивам сюжета фильма. Но, покопавшись в кулуарах истории «Мумии», скажу вам, что Макс Аллан не был тем автором, кто придумал биографию Габора. Этими авторами был Соммерс и сценарист Кевин Жар, который помогал Стивену в написании сценария к «Мумии». Они вместе составляли и детально прописывали персонажей фильма. Причем даже те фрагменты, которые в итоге не были в фильме. И тогда у меня, как и у вас, возник вопрос, а зачем тратить время и так детально прописывать характеристики персонажей, которые в итоге не будут включены в основной сценарий. Но вот Соммерс был убежден в том, что это очень важный момент в создании экранного героя. Ну а сейчас поведаю вам биографию экранного героя Коннора до того, как он появился в кадре «Мумии». Бенни Габор, худощавый, с глазами хищной и напуганной гиены, подлый, трусливый проныра, который промышлял в Бенгрии. Да-да, похож. Настя так на меня посмотрела. Да, все гиеноподобные чем-то на гиен похожи. Тудапеште. Здесь Бенни массово воровал. Его жадность не знала границ. Причем он был настолько беспринципен, что воровал везде. Вспоминаем эпизод первой встречи с «Мумией Имхотепой». И все эти предметы у Габора. Это все было награблено непосильным трудом в Венгрии. Здесь Бенни без зазрения совести обчищал синагоги, мечети и церкви. Габор не был верующим, но был суеверным и трусливым. Именно поэтому он поддерживал знания о каждой вере и таскал с собой украденные им различные религиозные предметы. В один не очень прекрасный день Бенни таки поймали. Но этому хитрозадому проныри удалось сбежать. И чтобы окончательно скрыться из города и страны, он вступает во французский иностранный легион, где и знакомится с Риком Аконнеллом, экранным героем Брэндона Фрейзера. Бенни сразу же завел доверительные отношения с Риком. В его лице он определил для себя защитника. Высокий, крепкий Аконнелл, в случае чего обязательно заступится за хрупкого Бенни. Аконнелл был далеко не дурак и довольно быстро определил, что за фрукт этот Габор. И что верить ему, значит себя обманывать. Но хитрющий Бенни был настолько услужлив и настойчив, что Рик его не отвергал и даже помогал. При этом Бенни всегда был рядом, четко определив Аконнелла в якобы друзья. Основные съемки «Мумии» прошли в солнечном Марокко. Первый эпизод появления Бенни в кадре – битва в Хамунаптрии с арабами, которые численно превосходили состав французского иностранного легиона. Здесь Бенни предстал во всей красе своей подлости. Он кинул Аконнелла, причем сделал это дважды, в том числе из-за него Рик едва не погиб. Исходя из составленной Сомерсом биографии, Бенни часто подхалимничал в отношении Рика. При этом ранее он уже подставлял Аконнелла, об этом говорит вопрос, заданный Риком Бенни. Ты ведь меня не бросишь, так? Твоя сила придает мне сил. Да-да-да. И убежал. Жара в марокканской пустыне и песок доставляли массу неудобств съемочной группе. Больше других от ветра и песка пострадал Брэндон Фрейзер. Кевину повезло куда больше. Во время съемок его за... Он повредил себе, по-моему, спину над съемкой трех. Потому что он сам выполнял эти... Там Брэндон Фрейзер и сам пострадавший, в принципе, от всех фильмов «Мумия». А этот цикливый чел был во всех трех фильмах, разве? Не знаю. Я про Брэндона Фрейзера сейчас говорю. Ну, я понял. Не, ну я к тому, что это вроде как только о первом фильме. Ну, мне показалось так. А я к тому, что Брэндон Фрейзер от этих фильмов, в принципе, пострадавший. Это же одна из причин, по которой он закончил карьеру, так сказать, прервал в свое время. А, он после «Мумии» прервал ее, да? Ну, да, все к этому шло. Там как бы факторы сошлись. Один из них был то, что он покалечился на съемках «Мумии». Пострадал Брэндон Фрейзер. Кевину повезло куда больше. Во время съемок его забегов по хамунаптри ветра практически не было. Декорации гробницы были созданы съемочной группой с нуля. В том числе и та самая «Дверь». Эй! Не закрывай дверь! Не смей закрывать эту дверь! Собака суховая. Интересно, что здесь же в Марокко, правда, в другом городе, снимали картину «Легионер» с Ван Дамом во главе. По сюжету фильма герой Жан-Клода скрывается и также вступает во французский иностранный «Легион». И его тоже предали в этой знойной пустыне. Несмотря на то, что «Легионер» вышел на экраны за год до премьеры «Мумии», в 98-м году, уверяю вас, никакого плагиата сюжетных ходов здесь нет. Но вернемся к «Мумии». Интересно. А Гонуло удалось выжить и скрыться из хамунаптры. Как оказалось, Бенни тоже выжил. Встреча с закадычных друзей состоялась на корабле. Здесь мы из меткой реплики Габора понимаем, знакомы они с Аконнеллом довольно давно, ведь Бенни хорошо знал о любовных похождениях Рика. «Ты всегда думал больше яйцами, чем мозгами». За борт в воду падал дублер актера. Судорожные выкрики Бенни в адрес Аконнелла добавили в кадр при монтаже. Конечно же, Бенни выжил, но кто бы сомневался. Он выплыл, и так мы стали свидетелями еще одного памятного эпизода «Снятой стороной реки». Снимали в Марокко поздним еще одного памятного эпизода «Снятой стороной реки». Снимали в Марокко поздним вечером. Оператор Эдриан Бидл снимал крупные планы актеров. На самом деле свои реплики и Брэндон, и Кевин произносили отдельно друг от друга. При этом в одном из дублей Кевин так орал, что сорвал голос. Да, я вспомнил. Блин, как я их давно смотрел. Надо будет как-нибудь пересмотреть. Да, как мы любили «Мумию» раньше. Я всегда смотрела и пересмотрела, когда по телеку показывали. Да я вообще на самом деле фильмы с Брэндером Фрейзером обожал. Он мне нравился. Последний фильм, по-моему, мы вообще с тобой «Последнюю мумию» вместе смотрели, там, где уже Джетли играл. Ну, ты имеешь в виду, где был... Про Китай. Часть про Китай. Это третья. А-а-а. И там актрису заменили главной роли. Может. Я уже и не помню третью мумию вообще. Я думал, ты про ту, где Том Круз играл. Новую мумию. А вот при чём тут она вообще-то из другой франшизы? Ну, понятно. Ну, я имею в виду, ты сказал про последнюю. У меня сразу в голове самая последняя. А она-то тут при чём? Не, третью мумию мы не с тобой смотрели. Они вообще хотели клепать дальше, но там всё неудачно очень сложилось. Потом, через уже какое-то время, запустили Дарк Вселенную и уже вот эту вот мумию запустили с Томом Крузом. И опять у них что-то не так пошло. Да, у них всё пошло не так. Хватка закадычных друзей в пустыне на верблюдах. Крупные планы актёров снимали, когда те находились на специальных седушках, которые раскачивали, создавая эффект движущегося верблюда. А вот на общих планах скидывались верблюда-каскадёра. Здесь был снят один-единственный дубль, когда в процессе падения каскадёр получил травму ноги. Оу. Ну, кстати, да, видно, что другой человек, но в динамике ты на это не обратишь внимания. Да, но Брэндон Фрейзер, по-моему, собственной персоной. Ну да. Хорошо обошлось без перелома. Пока, дружок. Во время перелома. Жёстко, конечно. Сейчас принято не включать эпизоды. Фильм, в которых получал травму дублёр или же актёр. Почему? Строго. Нельзя. Ну, потому что, прежде всего, это неуважение к человеку. Не, ну, если он... А раньше так частенько делали, но иногда даже с гибелью кадры появлялись. А, ну, сейчас вообще, ну, может, с травмами ещё, да, но с гибелью дублёров никогда не берут кадры в фильм. Ну, тут ещё понятно. Как бы с травмой там можно у человека узнать, согласен он, не согласен, как бы. Да, он этот актёр, который Арагорный играл, он же себе палец сломал, когда там пнул что-то. Ну да. На съёмку «Хластелина колец». И этот же дубль и включили в фильм. Ну, там он сам грубанул, конечно, ещё. И очень долго из-за этого съёмки стояли на месте, насколько я помню. Угу. Что заметно в кадре, Кевин сначала засмеялся. Но команды режиссёра «Стоп!» снято не последовало, и актёр, повинуясь, пересел. Именно этот фрагмент попал в основной монтаж картины. Даже столкнувшись со всемогущим верховным жрецом Имхотепом, Бенни и здесь выкрутился. И выжил, казалось бы, в безнадёжной ситуации. Роли Имхотепа сыграл Арнольд Вослоу. Он также участвовал в захвате движений для создания графической версии Имхотепа. Кевин с Соммерсом на репетиции перепробовали несколько вариантов и остановились на том, что в кадре Аконнор будет судорожно трястись. Ну а далее Бенни хватался за свой богатый религиозный набор. Всё, что было украдено ранее, это из... А ещё для своего времени мумии были неплохо сделаны, меня впечатлило. Ну, кстати, да. Там, блин, эффекты были очень хороши. Знания языков спасли ему жизнь. Как рассказывал режиссёр, к тому моменту Аконнор хорошо чувствовал своего персонажа, так сказать, полотно и надёжно вжился в образ Бенни. Поэтому все эти эмоциональные сцены получались такими яркими и интересными. Встреча в номере отеля со слепым американцем. Здесь актёра Аконнор выступает как превосходный оратор и, меняя интонацию, сухмылкой отдаёт бедолагу на поглощение Имхотепу. Был также снят эпизод того, как Бенни в городе разыскивает слепого с повязкой искателя приключений. За информацию он заплатил бармену. Но в итоге решили этот эпизод не включать в основной монтаж. Ведь жадный Бенни никогда и никому не платит. Ещё одна памятная встреча корифанов в номере египтолога, где Бенни совершал безумный обыск. Меткий приятельский бросок стулом в подлеца. Здесь, в кадре, опять-таки был задействован дублёр. Жесть. Блин, я, кстати, не помню, мумия поглощал просто тела или он поглощал как-то же джипер-скрипер с запчасти. Он поглощал, типа всасывал, а там оставалась, по-моему, мумия человека, практически высохшая. Я точно не помню. На этот раз он не пострадал. Декорации комнаты были полностью созданы съёмочной группой. И здесь Кевину хорошенько досталось. Рик, крепко схватив, впечатывал бедолагу Бенни. Было снято много дублей, но Сомерс чувствовал, вот чего-то не хватает. И просил для убедительности посильней приложить Кевина. Здоровенный Фрейзер сделал это так, что, как с улыбкой вспоминал Кевин, после спина и шеи его болели ещё в течение нескольких дней. Ах, жесть. Не хочу тебя говорить. Ты меня ещё больше побьёшь. Из цепких рук Брэндона вырывался сам Кевин. А вот выпрыгивал в окно каскадёр. Прыжок из окна Бенни снимали в другой съёмочный день. Эвелин разоблачает переводчика Бенни. Здесь Вайс надо было выразительно обозвать его. Идём со мной, моя принцесса. Скоро ты станешь моей навсегда. Навеки вечный, идиот. В одном из вариантов сценария, после того, как Имхотеп забирал Иви, Бенни стрелял в оконула и ранил того. Но затем решили отказаться от этой задумки, оконул для финальной схватки нужен был здоровым без ранений. Довольно много времени Вослу, Вайс и оконор провели в Марокканской пустыне, где снимали сцену, когда Иви так хорошенько отпинала Бенни. Песка было очень много, и актёры хорошенько пропитались им. Да я представляю, как они залбались его потом вытряхивать из себя. Бурю, поднятую Имхотепом, добавили в кадр при монтаже. В финале Бенни нашёл то, что хотел. Несметные сокровища хомунафтры. Его алчность не знала границ. С верблюдами у Кевина были непростые отношения. Он откровенно боялся их, ведь в кадре ему надо было тягать их, вести себя так вызывающе. А вдруг ещё плюнет? Но всё обошлось, верблюды сработались с Бенни. Оператор с избытком наснимал крупных планов актёра, которые можно назвать как удовлетворение приступов жадности ненасытного Габора. Мешки с драгоценностями на самом деле были лёгкими. Это оконор в кадре так достоверно изображал тяжесть груза сокровищ хомунафтры. Ни в одном из вариантов сценария не было версии, при которой Бенни выживал. Был лишь вариант другой смерти. Бенни вместе с сокровищами на верблюде покидал хомунафтру. Но в итоге срывался и падал в некое ущелье, разбиваясь насмерть вместе с награбленным. Но затем авторы мумии решили оставить Бенни в сокровищнице хомунафтры. Месте, где его алчность достигла максимальных размеров. Декорации в сокровищнице хомунафтры были созданы в павильонах студии. На это у съёмочной группы ушло более трёх недель. Оконул. Ну ясен хрен. Ну да, я помню, я помню просто, что вроде, мне казалось, что он понял. Несмотря на все подлости, Бенни пытался вытащить карифана. Но не сложилось. Давай, давай. Эй, пожалуйста, подожди. Давай, давай, Бенни. Усё. Усё. Думаю, что и здесь Бенни нашёл бы способ выкрутиться. И выбрался бы. Но, увы, подоспели скоробей. О, я помню эту сцену. И потух факел. Жаль, что в Юниверсал не захотели снимать сиквел. Да хотя бы короткометражку сняли. Бенни – царь скоробеев. Где по сюжету Габор воскрес и вместе со скоробеями пытается разыскать кореша Аконова. А ведь Сомер среди множества актёров мумии выделял... Да, и при этом вот передвигается, это, катая задними лапами огромный шарик с говном, в котором застряли сокровища. А разве этим занимаются скоробеи? Ну, они же, по-моему, говняные, эти жуки, нет? Насколько я знаю, они трупы жрут? Не? Не знаю. Они же не просто... Я вообще не знаю жуков, ни личинок, которые бы жрали трупы. Не просто ж так же они находятся в этом, как его... Всегда. Хотя, ну опять же, да, я могу ошибаться. Хрен его знает. Это ж грёбаная фантастика. ...разыскать кореша Аконова. А ведь Сомер среди множества актёров мумии выделял именно Аконора и его Бенни. И даже сожалел о том, что его не сохранил. Габор для второй мумии был бы точно не лишним. Сомерс и Кевин вновь работали вместе в киноленте «Ван Хельсинг» 2004 года. Стивен лично пригласил на кинопробы Кевина, и тот успешно прошёл их. В «Ван Хельсинге» Аконор сыграл колоритного персонажа Игора. Но это уже другая история. Сегодняшняя о забавном под лице Бенни из незабытого кинохита 90-х «Мумия» подошла к концу. Благодарю за внимание и до встречи на канале. Спасибо за просмотр. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!